Смотри в оба. Программа о новостях и тех, кто их делает. В студии Андрея Черкасов. Здравствуйте. Ближайшие полчаса о том, чем были заняты СМИ на этой неделе. Сегодня в программе. Осеннее обострение. Международные медиа показывают десятки народных протестов по всему миру. Столкновение студентов и полиции в Гонконге, жестокий разгон митингов и блокады интернета в Иране. Цвет бледно-желтый. Годовщина акций желтых жилетов на улицах Парижа. Почему на российском ТВ демонстрантов называют теперь радикалами, а думские депутаты рвут с ними связи. Страсти по Трампу. Процесс по импичменту президенту США в эфирах мировых телеканалов. Сезон протеста. Последние недели и дни отмечены небывалой волной массового гражданского недовольства властями по разным поводам и с абсолютно разной географии. Иран, Грузия, Ливан, Чили, Боливия, Гонконг. И везде ответ власть придержащий был жестким. Водометы, слезоточивый газ, резиновые пули, а порою и боевые. В Гонконге, бывшем британском анклаве, протест уже давно мирными не назовешь. На этой неделе они стали еще радикальнее. Силы полицейского спецназа окружили местный политехнический университет, заблокировав внутри около тысячи студентов. Волнения в Гонконге длятся уже полгода. Мирные многотысячные марши сменились стычками мобильных групп студенческой молодежи и полиции. Власти заявляют, что терпение небезгранична и настало время закончить с беспорядками любым способом. Полиция предупреждает, что в случае реальной угрозы готовы применить боевое оружие. Сцены с улиц этого элитного мирового финансового центра на юге Китая тревожат и нервирует в том числе и центральное руководство в Пекине. Любые критические замечания от зарубежных медиа руководство Поднебесной моментально воспринимает в штыки. Западные медиа, особенно американские, освещают ситуацию однобоко и неправдиво. Даже их собственный президент Трамп не верит материалам некоторых американских СМИ. В зависимости от страны и уровня свободы местных СМИ за протестами получается наблюдать с разной интенсивностью. Чуть ли не поминутно в прямом эфире, как в Гонконге или по крупицам, через обрывочные твиты и редкие видеокадры с мобильных телефонов, снятые на улицах городов Ирана. Недовольство граждан Исламской Республики спровоцировало решение властей квотировать и резко повысить стоимость бензина. Непопулярное решение связано с экономическим кризисом, который страна переживает в том числе из-за многолетних американских и международных санкций. Недовольство охватило сотни городов. Новость об иранских протестах разлеталась так быстро, что власти отключили страну от внешнего мира, заблокировав интернет. Десятки или сотни погибших, неизвестное количество раненых и задержанных. Международная амнистия и управление ООН по правам человека с беспокойством сообщают о последствиях протестов в Иране. Погибших десятки. Это как минимум двузначное число. Вероятно, и больше. По сообщениям из достоверных источников, менее чем за три дня погибли 106 человек. Мы предполагаем, что жертв может быть значительно больше. О жестоком подавлении иранских протестов, вспыхнувших в прошлые выходные, мировые медиа сообщают. Но главной новостью они так и не стали. Не только потому, что протесты сейчас происходят повсюду, от Гонконга до Боливии, но и из-за информационной блокады. Иностранным журналистам позволили снять повышение цен на бензин, послужившее поводом для протестов. А затем последствия уличных столкновений. Что происходило в промежутке между этими кадрами, можно было бы узнать из видео очевидцев или участников протестов. Но переслать материалы журналистам или хотя бы выложить их в сеть удается немногим. Миллионы иранцев протестуют против исламского режима. Протестующие голыми руками прогоняют спецназ. Толпы людей выходят на улицы Ирана. Власти отрезали народу интернет в надежде заглушить их голоса. В ночь на 17 ноября интернет-активность в Иране резко упала. До 5 процентов от обычного уровня. Власти опустили рубильник. 80 миллионов иранцев оказались без связи с внешним миром. Они согласны, потеряли главный инструмент для координации протестов и вербовки единомышленников. Помните, на каждый твит, который вы читаете об Иране, приходится десяток, которых вы не видите. В стране нет интернета. Независимых медиа в Иране нет, а на государственных каналах только одна версия событий. Беспорядки – это плохо. Они собрали Кораны и свалили их в кучу, а потом подожгли во дворе мечети. Погибших иранские медиа списывают на неизвестных стрелков, а всех причастных к протестам обещают наказать по закону. В отличие от, например, Кашмира, где Индия несколько месяцев назад полностью обрубила интернет-связь, в Иране пользователи сети все еще могут общаться. Правда, исключительно внутри страны. Таким образом, Тегеран опробует интернет – идею, которую технически иранские власти вынашивали уже не первый год. О роли социальных сетей и влиянии интернета на жизнь в Иране мы поговорим с нашей коллегой, журналисткой радио «Фарда» иранской редакции «Радио Свобода» Ханной Кавиани. Ханна, большое спасибо за интервью. Как мы помним, во время протестов 10 лет назад, да и позже, много говорили о значении социальных сетей, в частности, Твиттере. Для организации протестов. Какова теперь ситуация? Насколько важны соцсети для Ирана? Интересно, что вы упомянули 2009. Это было еще до так называемой «арабской весны», и именно Иран первым начал использовать социальные сети, в частности, Твиттер, чтобы рассказывать о себе и о происходящем в стране. Сейчас все иначе. Протесты происходят по всей стране. Это десятки городов, местечек, деревень. А видео оттуда приходит горсточка. Всего ничего. Потому что интернет в Иране заблокирован, и пользователи не могут постить свои сообщения, видео или хотя бы поддерживать связь с медиа за пределами страны. А что происходит сейчас? Интернета нет? Интернета сейчас нет в том смысле, что пользователи в Иране могут зайти только на сайты, размещенные на серверах, расположенных на территории страны. Это новостные агентства, правительственные сайты и приложения. Приложения копии популярных программ. Скажем, если люди не могут воспользоваться Uber или Telegram, к их услугам местные версии. В случае Uber это Snap. С мессенджерами сложнее. Местные программы были не очень популярны. Вся страна пользовалась приложениями вроде WhatsApp, Telegram, сигнала. Теперь они заблокированы. Даже для тех, кто раньше успешно пользовался прокси, антифильтрами, VPN. Для вас, как журналиста, для Радио Фарда, важно получать из Ирана оперативную информацию. Как вам это удается? Как вы поддерживаете связь с источниками? У нас нет представительства в Иране, нет собственных журналистов на месте. Когда мы сели и задумались над тем, что делать, самым креативным решением оказалось вернуться в доинтернетовые времена. Взять телефоны, позвонить людям и найти тех, кто смелится с нами говорить. Это было непросто. Когда мы общались через мессенджеры с их шифровкой, обе стороны могли чувствовать себя в безопасности. Люди охотнее делились информацией. Сейчас с телефонными разговорами о безопасности говорить не приходится. Назад в 80-е. А как эта блокада влияет на повседневную жизнь, на бизнес? Люди, которым удалось выйти онлайн, рассказывают, я не успел подать документы в университет, хотел все сделать в воскресенье, но не смог. Все, не успел. Не получается послать документы или, как люди рассказывают, связаться с родными. Пострадал и онлайн-бизнес. Люди, которые что-то продавали в сети или их бизнес в этом современном мире 2019 года просто был завязан на интернет. Мы слышали о сотнях и сотнях предприятий, пострадавших от блокировки. То есть можно сказать, что иранские власти успешно воплотили идею о домашнем внутреннем интернете? Я не уверена, что им удалось на сто процентов. Но да, в Иране сейчас есть доступ к внутренним сайтам и приложениям, и на этом все. Не могу сравнить ситуации в Северной Корее, потому что мы не знаем, что происходит там. Я бы скорее говорила о китайской модели. Если ограничения сохранятся, иранцам придется приспосабливаться. Люди в Иране уже хорошо подкованы технически, как пишет мне на днях один разработчик. Знаете, моя мама сейчас изучает IT. Представьте себе женщину 60-70 лет, которая уже освоила VPN, а сегодня-завтра ей придется разбираться с вещами и посложнее. Пока не представляю, как иранский народ все это переварит. Далее в программе. Страшный сосед. Питерский телеканал «Пятерка» регулярно пугает своих зрителей соседней Эстонии. История непростых отношений в репортаже из Сталина. Миллион на Венецию, пародии на питерский логотип и привычный ракурс белорусских выборов. Обзор тем Рунета за неделю. Телевизионная сага с импичментом президенту Трампу вошла в очередную вторую неделю. Новые свидетели, новые показания. О том, как этот процесс освещается в американских медиа, мы говорили в прошлой программе. И ничего принципиально нового в подходах там не случилось. Куда интереснее посмотреть, как об импичменте рассказывают за пределами штатов. Межпартийная борьба Америки в иностранных СМИ. Наш следующий материал. Вторую неделю подряд открытые слушания по делу об импичменте Дональда Трампа удерживают внимание аудитории всего мира. Новые лица в расследовании по импичменту. Ветеран американской армии Александр Уиндман и Дженнифер Уильямс, помощница вице-президента Пенса. Оба слышали телефонный разговор Трампа, обоих он обеспокоил. Напряженный момент телевизионной саги, показания Гордона Сондленда. Именно его разговор с Дональдом Трампом обсуждают другие свидетели. Ключевой свидетель – протеже Трампа на должность посла в ЕС и донор республиканской партии. Свидетель – темная лошадка. До последнего никто не знал, поможет ли посол Сондленд президенту Трампу или навредит. Этот парень, Гордон Сондленд, до последнего был очень близок к Дональду Трампу. Человек, который пожертвовал штабу Трампа один миллион долларов. Человек, которого тот назначил послом в Европейский Союз. Этот человек заявил – все знали, что Трамп хотел надавить на Украину. Украинские медиа на откровения в Конгрессе реагируют по-разному. Некоторые называют весь процесс внутренней политической игрой Соединенных Штатов. Америка ведет свою игру, используя нашу страну. В Америке началась предвыборная гонка. Украина, как и не прискорбно это слышать, является лишь инструментом этой борьбы. Звучит и другая мысль. Благодаря имписьменту мир снова вспомнил об Украине. Сейчас в Штатах нет человека, который смотрел бы телевизор и не думал об Украине. Это уже не размытое пятно на карте. Чернобыль, хорошие боксеры, есть логическая цепочка. Украина, война с Россией, партнер Соединенных Штатов, нужна помощь. Мы с вами за шесть лет не смогли добиться того, что американцам удалось за какие-то полтора месяца. Российское телевидение посмеивается. Лишь бы свалить Трампа. Заменили в деле об импичменте Россию на Украину. Вот и все. То, что Украина превратилась уже в доминанту американской политики, доказывает лишь одно. Нужен повод и он есть. Процедура импичмента в самом разгаре. И Трамп главная мишень для всех. Как для демократов, так и для своих республиканцев. Только успевай уворачиваться. Меня беспокоит состояние ума американской политической элиты. Я не хочу ее обижать, но у меня такое ощущение, что больше ее части ума уже не осталось. Пока весь остальной мир гадает, чем же закончится слушание, федеральные СМИ в России предрекают. Импичмент провалится. А Дональд Трамп выиграет и следующие выборы президента США. Помимо расследования в отношении американского президента, еще одной международной темой, которой на этой неделе особенно озаботились российские провластные медиа, стала первая годовщина начала протестов желтых жилетов во Франции. Любопытно, что в течение этого года федеральные медиа в основном отзывались о парижских протестах с пониманием. С одной стороны, пугали россиян беспорядками, знаменитый перефраз слов Путина «Вы же не хотите, как в Париже». Но с другой стороны, желтые жилеты стали таким образцом протеста против политического истеблишмента единой Европы. Таким наглядным индикатором недовольства в отношении не только французских властей, но и всего Евросоюза. Жилеты чудесно вписывались в картинку загнивающей Европы, которую рисует российская пропаганда. Но, похоже, ветер перемен в отношениях Кремля с Елисейским дворцом постепенно вносит коррективы. После встречи Макрона и Путина, после заявлений французского лидера, что Россию надо вернуть в Большую Восьмерку и Совет Европы, что НАТО находится в состоянии смерти мозга, после всего этого тональность в российских медиа меняется. И вот вчерашние гражданские активисты превращаются в радикалов, которых спонсируют иностранные фонды. Горящие баррикады и перекрытые улицы. Желтые жилеты погромами отметили годовщину своих протестов во Франции. Погромы, пожары и почти 150 задержанных. Снова в Париже слезоточивый газ и драки с полицией. Кадры из Парижа, как с поля боя. Погромы, полыхающие покрышки, сожженные автомобили. 53 недели подряд люди выходили на мирный протест. И, наконец, спустя год они устали. Социально-политическая манифестация, которая превратилась в разгул анархистов. Тон празднику сразу задали активисты радикальных движений. Еще совсем недавно на акциях желтых жилетов в Париже светились люди от партии дружественных российским властям. Крайне правой национального объединения Марин Липен и крайне левой непокорной Франции Жанна Люка Меланшона. На Елисейских полях жилеты разворачивали флаг сепаратистов из так называемой ДНР. А самих членов движения за российский счет приглашали в Москву. На этой неделе издание «Инсайдер» и другие СМИ опубликовали копии подобных приглашений, отправленных от имени Российского фонда мира. Им руководит глава Думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Депутат якобы просил консульства в Париже выдать визы нескольким участникам движения желтых жилетов для «участия в переговорах по реализации гуманитарных и благотворительных программ и проектов фонда». Сам Слуцкий, разумеется, все отрицает и называет публикацию документов провокацией. Депутат от партии ЛДПР хорошо известен тем, что был обвинен в сексуальных домогательствах сразу несколькими работниками СМИ, аккредитованными в Госдуме. У российских депутатов выдалась напряженная неделя. Госдума рассмотрела и приняла в окончательном третьем чтении закон, согласно которому иностранными агентами могут быть признаны не только юридические, но и физические лица. Формально, если любой человек распространяет информацию и получает деньги от любого источника из-за рубежа, – добро пожаловать в агенты. При этом не обязательно работать в зарубежном СМИ. Можно быть российским журналистом, блогером или кем угодно. И, к примеру, получать деньги от родственников в Украине, Молдове или Италии. Закон, как это принято в России, что дышло. Куда повернешь – туда и вышло. Записывать в агенты по заявлению главы Думского комитета по информполитике Леонида Левина будут выборочно. Все зависит от того, о чем пишет журналист. Про спорт, культуру и музыку – пожалуйста. А вот если про общественно-политическую ситуацию, то тогда уже Минюст и Минсвязи будут решать. В каждом конкретном случае это будет определяться совместным решением Минюста и МИДа. И подчеркиваю, что в тексте написано «могут получить». Но это не значит, что обязательно получат. С таким же успехом где-нибудь за рубежом можно записать в иностранные агенты практически все провластные российские СМИ, а не только госканал RT и Russia Today, как это сделали в США. Власти эстоник, к примеру, уже не первый год сталкиваются с журналистами Питерского пятого канала, которые непрерывно почуют своих зрителей страшилками об этой балтийской стране. Репортеры «пятерки» вот действительно, словно агенты, выдают себя за других и тайно пробираются в Эстонию, чтобы снять очередной разоблачительный сюжет. История непростых отношений в материале нашего корреспондента в Таллине Евгения Завадского. Санкт-Петербург «Пятый канал» уже давно на карандаше у эстонской полиции безопасности. В прошлом году он попал в ежегодник спецслужбы, как СМИ, распространяющая самую провокационную ложь о Балтийской республике. Сотрудники «пятерки» то пробиваются в Эстонию по туристической визе, скрывая настоящую цель визита, то перевирают и искажают слова местных политиков, выставляя их русофобами. А недавно они сочинили страшилку о нравственной деградации балтийских народов. И вот теперь Прибалтов снова плавно, но планомерно оккупируют. Там уже маршируют солдаты НАТО. А еще, что намного тревожнее, началась оккупация социальная, нравственная. Зрителям «Пятого» рассказали, что Таллинн теперь гей-столица Скандинавии, хотя в кадр попали всего лишь лекции по истории ЛГБТ-движения. Российские пропагандистские журналисты солгали, что являются активистами ЛГБТ, чтобы снять лжесюжет о том, что в Таллиннском университете изучают теорию и практику гей-секса. Фокус истории был направлен на то, как Европа катится по лестнице морали вниз, и что Эстония совершила большую ошибку. Эстония является частью альянса. Эстония есть НАТО. Наши солдаты в силу обороны Эстонии – это и есть в том числе НАТО. Поэтому противоставление, допустим, Эстонии и НАТО, оно абсолютно искусственное. И это одна из тех манипуляций, которые журналисты этого телеканала очень часто используют. Помимо НАТО и геев, еще одна больная тема питерской пятерки – Вторая мировая война. И здесь журналисты откровенно лгут своему зрителю, ретранслируя неверные утверждения. Никакой оккупации Эстонии с Советским Союзом не было. Но вот если я в публичной лекции об этом прямо вот так скажу, хотя я говорю это, меня должны привлечь, потому что это в Эстонии уголовно наказуемо. Это у нас не уголовно наказуемо. Есть вот те люди, организации, которые говорят о том, что все, что происходило, это была не оккупация. Эстонское государство говорит, что это, да, была оккупация, но это не наказуемо. То же самое и с символикой. Это не запрещено. Это уголовно ненаказуемое преступление. Законы чужой страны – вещь непростая, но пятерка не смущается лгать даже там, где факт можно проверить за считанные минуты. Вот свежие цветы и венки у гитлеровского креста свободы. Копию эмблемы эстонского легиона СС 10 лет назад установили в самом центре Таллина, неподалеку от места, где раньше стоял бронзовый солдат. Ни СС, ни Гитлер к этому памятнику не имеют никакого отношения. Высшая военная награда Эстонии, крест свободы, была учреждена в 1919 году и вручалась за участие в освободительной войне 18-20-го годов, когда Эстония отстояла свою независимость. Евгений Завадский и Владислава Снурникова специально для программы «Смотри в оба». Власти соседней Латвии, кстати, запретили на этой неделе вещание сразу девяти российских телеканалов. Среди них и «Питерская пятерка». Все каналы принадлежат структурам бизнесмена Юрия Ковальчука, а он из-за украинских событий под санкциями ЕС. Если санкции из Ковальчука снимут, вещание каналов будет восстановлено. Итак, если верить телеведущим с федеральных каналов, делать в Эстонии россиянам нечего. Не стоит, по их мнению, отправляться на отдых в Париж. Там радикальные жилеты дерутся с полицией. А Венеция вообще утонула. Куда лучше, на российском севере или в аннексированном Крыму? Как по заказу, в СМИ началась кампания по рекламе внутреннего туризма. Посмотрим и послушаем, как, кто и куда зовет россиян провести новогодние каникулы. Сразу две туристических мекки, Париж и Венеция, на этой неделе превратились в города, куда лучше не приезжать. В Париже протесты, в Венеции наводнения. Нечего россиянам там делать, заявил в воскресной программе телеведущий канал РНТВ Андрей Добров. Понятно, что в Венеции тонет уже сотни лет, но, возможно, она когда-нибудь все же утонет окончательно. Вдруг этот момент уже наступил. А вот дома отдыхать спокойно и интересно, продолжает ведущий. Зато в России открываются новые туристические маршруты. За подводкой об ужасах Европы следует подробный сюжет о винном туризме, в основном на территории аннексированного Крыма. Уникальную натеку Массандри может попасть каждый желающий, а в новом свете пускают туда, где созревает неповторимое игристое. Ну что, лучше, чем у мадам Клико? Лучше, чем у мадам Клико? В качестве эксперта в материале РНТВ выступает глава Союза виноградарей и виноделов России, а по совместительству телеведущий Дмитрий Киселев. Человек, который интересуется вином и разбирается в нем, в любой компании даже приобретает особый статус. В собственной телепрограмме Киселев тоже говорит о туризме. Правда, не крымском и не связанном с вином. Приглашает зрителей на крайний север. Новая туристическая точка на карте России. В этом году Ямало-Ненецкий автономный округ посетили более 170 тысяч туристов. Не рыбалка, а экспедиционный туризм с элементами рыбалки. В некоторые места нужно добираться более суток. Кому-то именно элемент приключения больше нравится. О туристическом потенциале России местные медиа активно заговорили с приближением сезона зимних отпусков. В привычный ранее Египет дорога для россиян по-прежнему закрыта. О возобновлении полетов, как сообщает Интерфакс, речь зайдет не раньше 2020 года. Венеция может по-прежнему и по колено в воде, но российского туриста, судя по всему, это не остановит. Желание поскорее осушить город, каналов и дворцов настолько велико, что россияне не скупятся и охотно жертвуют на помощь итальянцам. Да так щедро, что пользователи Рунета в недоумении. Об этом и других популярных темах соцсетей в обзоре Анны Шаманской. Венеция уходит под воду. Во время худшего потопа за последние 50 лет вода поднялась до отметки почти 1,90 метра. Беда, но, казалось бы, при чем здесь Рунет? Дело в том, что дирижер и худрук Мариинского театра Валерий Гергиев в ходе благотворительного концерта смог собрать с попечителей миллион евро на помощь Венеции. Многие пользователи соцсетей задаются одним и тем же вопросом. Россияне собрали миллион евро на спасение Венеции, а Тулуну никто не собирал? От паводков в Иркутской области этим летом пострадали тысячи людей. В соцсетях шутят, Тулун просто не музыкально звучит. Возмущаются, правда, и жители других регионов России. Жители Владивостока торопятся успеть до закрытия отделений Сбербанка, чтобы собрать миллион евро на спасение Венеции от наводнения. В российские туристические центры, правда, тоже вкладываются деньги. Так, на разработку бренда Санкт-Петербурга город выделил 7 миллионов рублей. Часть этих денег ушла на новое лого города – бирюзовое северное солнце и надпись «Санкт-Петербург». Пользователи соцсетей решили создать похожие логотипы и для других городов. Логотип можно было бы придумать и белорусским парламентским выбором. Одним из главных символов голосования стал буфет, в котором голосующим в день выборов и поесть, и выпить можно было со скидкой. Выборы в Беларуси – это евровидение среди работников буфетов. Сгоняли на выборы, прикупили домашних слоек с яблоками за копейки. Обожаю выборы. Там всегда так вкусно и дешево кормят, что сегодня пришлось два раза посетить столовую. Товарищ рассказал, что в буфете на избирательном участке водку продавали за 60 копеек за 50 граммов. Помимо шуток о буфетах, в соцсетях также обсуждали массовые фальсификации. Как не спросишь, никто на выборы не ходил, а явка составила 77,22%. Цирк. Это попы считают бюллетени на выборах. У них тут сегодня выборы. Отгораживают попами наблюдателей от честных выборов. Страшно представить, какие попы будут на выборах Лукашенко. Ни подкуп, ни фальсификации пользователей соцсетей особо не удивляют. Они только шутят. Никогда такого не было и на тебе. УБСЕ снова заявило, что выборы не соответствовали международным стандартам. США и структуры ЕС не признают результаты выборов в Беларуси еще с середины 90-х. На этом пока все. На следующей неделе мы вернемся к теме импичмента в США и поговорим о Руди Джулиани. О его пути от обожаемого прессы и мэра Нью-Йорка до личного адвоката Трампа и злодея в глазах либеральных СМИ. Будьте внимательны и смотрите в оба на канале Настоящее Время. До встречи.